Я выехал, у меня было два рюкзака, и то там даже, можно сказать, один рюкзак, в котором просто были некоторые документы, которые я успел с собой взять, и просто вещи, которые на мне. Началась военная, военные действия. Я сразу пошел на банкомат, очередь уже в 6 утра, там была уже очередь порядка 30 человек. Газ отключили в самом последнем, а где-то с конца февраля не было ни газа, ни света, ни воды, ни электричества, ни отопления. В начале марта, в пятых числах, когда уже перестали точно работать все магазины, то есть, ну, нигде ничего себе было купить, и где осталось только то, что они успели где-либо приобрести или запастись. Люди просто вскрывали это все, уносили рынки, рестораны, кафе, все, где что было, съестное, ну, все, что можно было вынести съестное, на тот момент уже было вынесено. То есть, казаш, нет, им нужно было на дровах топить, ну, просто костюм, на котором грели еду, для костра нужны же ветки были. Была одна большая ветка, мы ее начали тащить, в этот момент начался обстрел, и где-то, может, в 40, может, там, в 60 метрах начали, там, упало вниз камин. Очень сильно оглушило, то есть я до конца дня плохо слышал, у меня густая в ушах. Для технических нужд, для мытья посуды, остального мы воду просто собирали с крыши, снег был, ну, ведра растапливали, заливали, ну, ванну. Соседи, из которых был ребенок, маленький, там, одна, одного или двух лет, и у них уже заканчивалась еда, и мы им давали еду, то есть, там, какие-то каши, может, у нас молоко оставалось, фрукты, ну, там, для чтобы они поели, ну, конкретно и для ребенка маленького. Мы спали в подварах, то есть там просто стеллажи, на которые были банки, мы их убрали, застелили матрасами, и там спали. Самое плохое было то, что моя семья не захотела категорически покидать, и ссоры были, и ругательство, ну, вот такое, ну, вот я в таком состоянии вот уехал. Связь появилась 24 марта, один звонок был от отца, вот, а до этого мы с ним связались 2 марта, просто на то, что он мне рассказал, что прям под домом прилетел снаряд, выбило все окна в доме, спросил, где я, я сказал, там, да, там-то. Связь была очень плохая, то есть единственное, что разобрал, то, что они все еще в Мариуполе, все еще в том же районе, когда начали сильный обстрел города, я уже был в такой части города, и начали ходить слухи о том, что можно выехать. То есть мы выехали с четвертой попытки. Коридора сегодня нет, коридора сегодня нет, и вот мы несколько раз так собирались в течение недели. Когда мы выехали из города, мы узнали, что уже вторые сутки стоит гуманитарная, ну, конвой помощь стоит в Бородянске, ее не пускают в Бородянск в Мариуполе. Знакомая, она живет под Мариуполем, то есть ближе к территории ДНР, она говорит, что да, привезли гуманитарную, гуманитарную помощь от России, ну, только на всех продуктах написано «сделано в Украине». Все мои друзья моего возраста, они по факту все патриоты, то есть двое воюют, один в Азове, другой в ИСУ. У меня много, ну, родственников, знакомых, с которыми я за последнее, вот, значит, с начала войны за первые четыре дня разругался до такой степени, что все, типа, они у меня удалены из контакта, потому что эти люди доказывали мне абсолютно обратное, что это так надо было, Россия не воюет. На одном блокпосту нас досмотрели вещи, смотрели машину, багажник, проверили документы, у меня проверили все татуировки, думали, что я военнослужащий, проверили, что я студент, то есть потребовали студенческий паспорт, проверили в галерии. В телефоне галерею проверили, не фотографировали ли я что-либо в Мариуполе. Трасса идет, стоят просто разбитые по бокам взорванные машины, танки, БТР, вот, по центру дороги иногда лежат такие вот кругляшки мины, то есть прям по дороге. И вот у нас одна машина, она с колонны, самая первая поехала, ночью решила там две машины проехать. На мини подорвалась, там семья была, машины нет. Города практически нет. Возвращаться на пустое место, я даже не знаю. Я, допустим, душой и сердцем хочу завернуться, но мозгом понял, что там ничего нет, там просто руины.